Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы снова предлагаем вам цикл «Сквозь судьбы». Сегодня в этой студии главный научный сотрудник Сарапольского музейного комплекса Музея истории и культуры Среднего Прикамья. Это Светлана Леонидовна Шкляева, заслуженный работник культуры Удмуртии. Здравствуйте, Светлана Леонидовна! Добрый день! Спасибо, что вы приехали, что Сарапол представлен в вашем лице. Я надеюсь, вы несколько слов скажете о себе. И, конечно, мы продолжим об интересных событиях, акциях, которые начинает и генерирует, я бы сказала, Сарапольский музейный комплекс в вашем лице в том числе. Все-таки как вы оказались на работе в музее? Насколько я знаю, вы успели сменить и несколько городов, и несколько мест в своей судьбе. Моя судьба очень подвижна, потому что сама я в детстве была тоже очень подвижным ребенком, занималась волейболом, баскетболом, спортивной гимнастикой у меня есть разряд. Вы уроженка Сарапула? Я уроженка Сарапула. И сегодня, когда меня спрашивают, где мое место работы, я говорю, что это Сарапольский музей. Многие удивляются, потому что, как правило, считают, что в музее сидят люди, которые вот сидят. Но они не подозревают, насколько в музее подвижна, активна эта жизнь. Вот этот поиск жизненный, он дает и силы, и движение, и работу мозга. То есть это вот, ну это постоянно. Как оказалось, в музее это дело в случае, потому что после окончания школы я уехала в город Ленинград тогда еще, поступила в ПТУ. Ну я ПТУ-шница, я лимита, так называемая. Затем я поступила в лес... И, по-моему, инженерный уклон был даже, да? В лесотехническую академию я поступила, закончила ее, несколько мест работы сменила, родился ребенок. И так случилось, что, сами знаете, что очень влажный климат в Санкт-Петербурге. И пришлось возвращаться на родину. Говорят, где родился, там и пригодился. Вот это про меня. Сын сегодня уже служит в армии, поэтому, продолжая, так сказать, дело нашего деда. Дед у нас воевал, прадед воевал на трех войнах, и, ну, он достойно служит. А я на своем месте работы, являясь хранителем научно-естественного фонда, все-таки возвращаюсь к тому, чего нельзя забыть, то, что нужно нести в сердце. И я считаю, что каждый человек от мала до велика должен знать, где он живет, как он живет, чем он должен гордиться. Потому что это самое главное. Для меня Сарапул сегодня – это самый любимый город. Сегодня у нас единственный город в мире, наверное, где проходит такая акция «70 мест победы». Вы сказали, что очень интересно, это просто вот буквально родилась идея. Да. Быстро, как озарила она вас, да? Это именно ваша идея. Да. В чем она заключается? На общественном совете было предложено, ну, как любая организация, у нас же представители в общественном совете, не коммерческих организаций, а общественных организаций. И поэтому было предложено, какую акцию мы проведем. Но сначала было предложение по флешмобу. Ну, чтобы... Все связано с праздником Великой Победы. Вот еще был юбилей крупный когда, да? 70 мест победы, к 70-летию победы. Это случилось накануне, где-то, наверное, в феврале месяце. А в мае будущего года мы уже работали на этой акции. Никто не подозревает, сколько людей на сегодняшний момент занято в этой акции. То есть это надо было еще на начальном этапе проработать, узнать, какие исторические места города связаны. Конечно. У нас же как акция проходит? Дается гудок предприятий. Это договор раз, предупреждается МЧС-2, службы безопасности-3, полиция-4, скорая помощь-5. То есть там, ну, это просто не передать, сколько людей занято. Но все пошли навстречу, и мы сделали это. Ну, на тот момент общественный совет, управление культурой и молодежной политики города Сарапула в очень многих вопросах помогли. Вся история во многом в этих деталях. Может быть, правдивость только в деталях и остается. Все остальное может интерпретироваться как попало, а тут факты, против которых не пойдешь. Ну, во-первых, тут факты первоисточники. Что для исследователя, ведь сегодня интернет, ну, ужас какой-то, кошмар. А когда работаешь с первоисточником, там не пошутишь, там вот те факты и то раскаленное, что ты получаешь, ты пропускаешь через себя. Но ты должен этот факт преподнести людям, чтобы у них тоже что-то затрепетало. 73 памятных места победы. То есть вы исследуете все глубже, глубже и глубже. Что связано с Великой Отечественной в городе, в зданиях, в людях, которые жили тогда? Очень много, во-первых, памятников Великой Отечественной войне. У нас 17 героев Советского Союза, 3 из которых родились в Сарапуле. У нас улицы героев Советского Союза, у нас предприятия, на которых работали полные кавалеры орденов славы. У нас 10 точек на сегодняшний момент завода, радиозавода, который выпускал ночные полукомпасы для самолетов в то время. А радиозавод был к нам эвакуирован в 1941 году. У нас в госпитале, это набережная, по которой 27 июня пришел первый эшелон с ранеными. То есть, ну, там настолько все глубоко. Сегодня, правда, это памятное место. Вот тут отрезок рельс и колеса. Но когда стоишь, вот задумываешься о том, что это в свое время было. Знаете, вот такое привлечение внимания, наверное, это и некая стимуляция действительно там благоустроить, здесь этот памятник отчистить, тут чтобы люди, сами жители вышли и прибрались, потому что это место историческое оказывается. Это обязательно. Там стены, я не знаю, руины или что-то. Это обязательно. Или вот есть же знаменитый бессмертный полк, которому все больше и больше и в мире теперь уже присоединяется. У вас свое. И я знаю, что еще вы родоначальник одной идеи, это прощание славянки, которое, как правило, вот перед историческим днем памяти и скорби, то есть начало войны. Идея принадлежит не мне. Идейным вдохновителем была Сабина Валерьевна Криклина. Директор музейного комплекса, да, Сарабск. Вот. Но очень хотелось, чтобы, опять же, музей и общество, у нас есть район города, железнодорожный, где железнодорожный вокзал, он никак не охвачен. Было решено, выбрано место и название «Прощание славянки», потому что «Прощание славянки» – это гимн прощания и вера в возвращение всегда. Знаменитое, да, музыкальное произведение, которое у нас сейчас связано с железной дорогой в основном. Василий Агапкин. В любые годы, если вы приедете в другую страну и скажете «Прощание славянки», два слова, скажут, что вы сегодня из России, вчера из Советского Союза, позавчера из, значит, тоже Российской Федерации. То есть «Прощание славянки» – это на века. Все дело в том, что мы еще, помимо 22 июня была первая акция, 2016 года еще, мы провели еще дополнительные акции. Это и век назад, 3 марта, проходила акция, которая была посвящена столетию проезда первых вагонов через Каму. Ведь никто не знает, все думали, что, значит, в 17-м году прошел паровоз, за ним вагоны пошли по мосту Камы. Отнюдь. Тогда стояло только две опоры и моста не было еще. И поэтому рельсы были проложены по льду, и вагоны, лошади тащили эти вагоны за собой на другой берег Камы. Затем у нас была акция, вот символ эпохи, 3 ноября. Это уже первые паровозы. Да, это первые паровозы. У вас есть паровоз, установленный в Сараполе? Паровоз, который был установлен в 74-м году, по-моему, 6 ноября. И важно заметить, что на этом паровозе увозили хлеб голодающим Москвы и Петрограда. Я тут держу конвертик, музейная почта, треугольничек. Это тоже проект, потому что используется в нескольких наших проектах основных. Он как подпроект, но он очень важный. Почему? Потому что этот треугольник, вот как во время войны передавали информацию, которую родные до сих пор не берегут. Вот эти вот остатки бумаги, которые остались от этих треугольничков. То же самое мы сегодня делаем, передавая поколению нематериальную культуру. Да, да, да. Очередная, скажем так, акция была у вас. Да, вот этот общегородской какой-то, я не знаю, как его называют даже, сбор, флешмоб, как-то мелко. Да, вот знаете, вот флешмоб мелко для вас, это больше. Нет, это акция памяти, это вот как бы... По-другому не назовешь. Да, потому что люди, которые присутствуют на этой памяти, мы же там выдаем... Всех поколений. Да, они некоторые оплачивают, потому что выдаются тоже, это же тоже большая исследовательская работа. Это не просто так, что вот собрали, рассказали, там же детально нужно все проработать. И поэтому мы надеемся на сотрудничество с нашими коллегами. Ну, конечно, и призывайте партнеров. И сегодня у нас возле паровоза, памятника паровоз, есть пилон. Мы установили пилон, на котором... Добились. Добились, да, мы установили пилон, на котором есть информ... Какая-то история рассказана, да. Информация, низкий поклон вообще всем людям, которые помогают сегодня музею. Потому что музей вот так вот сам... Да, мы можем выйти, сказать, но важно, чтобы нас услышали, чтобы мы донесли. Главное, что вы умеете, значит, убеждать. Ну, наверное, стараемся. Вот, поэтому... Научились, видимо, другого у вас, то ли выхода нет, то ли наоборот, это как-то вот вы видите... Нет, я... ...сфере своей, целью своей. Это дань памяти, дань уважения моей бабушке. Есть какой-то, наверное, и личный момент всегда, верно? Мы сегодняшние, мы настоящие, но мы обязательно должны помнить то, что было вчера, чтобы не допустить этого завтра. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Заслуженный работник культуры Муртии, главный научный сотрудник Сарапольского музея истории культуры среднего прикамерства Светлана Шкляева была в нашей программе. Спасибо и вам за внимание. Всего доброго. Смотрите сквозь судьбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова